МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пожарная небезопасность". Специалисты проверяли частный сектор Читы. Подробности расскажем в программе Средина земли. Торговцы живым мясом. Улан-Уденцы публикуют объявление о продаже собак на жир и шкуры. Кто купил шокирующий товар, расскажем в этом выпуске программы Средина земли. Столичный и междугородный аэропорт и Монголия расширят свои границы. Подробно об этом расскажем через несколько минут. Эфир телеканала Аист продолжает выпуск информационной международной программы Средина земли. В этом выпуске мы познакомим вас с яркими событиями Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая. Для вас работают корреспонденты Забайкальского края. И я, Вера Садулина, здравствуйте. Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Бургень Читинского района. Его стоимость составила около 8 миллионов рублей. На торжественном открытии ФАПа побывали наши корреспонденты. Открытие ФАПа без преувеличения можно назвать событием жизненной необходимости. Теперь жители села Бургень могут быть спокойны за свое здоровье. Строительство фельдшерско-акушерского пункта проходило в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Оно совместно финансировалось краевым и федеральным бюджетами. Из 8 миллионов рублей треть составили средства краевого бюджета две трети федеральные деньги. Первый фельдшерско-акушерский пункт был открыт в Петровск-Забайкальском районе. Вот этот ФАП, который мы сегодня запускаем, это совершенно другой. Это модульный ФАП, который действительно отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм, всем требованиям хорошего и качественного оказания медицинской помощи, именно фельдшерско-акушерской помощи. И я считаю, что это большой подарок для жителей Читинского района. В селе Бургень проживают 600 человек, но в новый фельдшерско-акушерский пункт за помощью смогут обращаться и жители соседнего села Подволок. До этого медпомощь, безусловно, тоже оказывалась, но в необорудованном помещении в здании почты. Здесь у нас будет работать фельдшер, медсестра и акушерка. Есть все необходимое из оборудования и лекарственных препаратов. Открывшийся модульный фельдшерско-акушерский пункт второй в России. Первый был открыт в Ленинградской области. В таком ФАПе есть не только помещение для оказания медицинской помощи, но и даже жилье для фельдшера. Я работаю с полвосьмого до без пятнадцати четыре. Я обслуживаю всех жителей любого возраста. И также я обслуживаю ночные вызова экстренные. У нас есть вообще все оборудование, которое должно быть и для экстренной помощи, и для обычного приема. Сейчас ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта в Карымском районе. Планируется, что в программу устойчивое развитие сельских территорий вступит и Чернышевский район. Пока же открытие ФАПа стало настоящим подарком для жителей села Бургинь. Татьяна Салихова, Владимир Дементьев, Середина земли, Забайкальский край. Октябрь в Чите объявлен месяцем пожарной безопасности и санитарной очистки города. Главам административных районов поручено привести в порядок подведомственные территории, очистить их от мусора и сухой травы. В Черновском районе эта работа уже началась. Сегодня представители местной администрации, сотрудники ГОИЧУС, специалисты контрольной инспекции города провели совместный рейд по частному сектору. Поселок Зыково. Ухоженные деревянные домики, аккуратно скошенная трава. Редкий случай, когда у специалистов практически нет замечаний к жителям. А ведь еще несколько лет назад поселок выглядел по-другому. Свалки, перекошенные заборы, сухостой. Ситуация изменилась после того, как здесь создали ТОС – Территориальный общественный совет. Его возглавил Николай Васильев, которому и удалось навести порядок. С мусором мы боролись очень долго. За эти два года мы вывезли мусора около 500 тонн, накопленного за 20 с лишним лет. Однако в любом, даже самом благополучном селе найдутся те, кто испортит всю картину. Хозяйку этого дома, похоже, не беспокоит высокая сухая трава, которая может разгореться от любой искры. Лариса, ты не убегай, не убегай. Ну а что? Ну что это? Ну надо же убраться. Как прибирать-то больше территорию? Уберешь? Когда? В прошлом же году расписывалась бумажка у меня, что наведешь порядок. Не прибрала. Ну, прибрала. А почему не… Нету мне косы. Осенний-зимний период не зря называют пожароопасным. По статистике, наибольшее число пожаров в жилом секторе происходит именно в это время. Связано это с сезонным похолоданием. Четинцы начинают активно топить печи, использовать электрообогреватели, часто не соблюдая правила эксплуатации. Поэтому сухая трава у дома – это не только некрасиво, но и небезопасно. К счастью, большинство жителей поселка Зыково это понимают. Вот у вас, смотрите, чистота. Приятно на ваш дом посмотреть. Залека даже. Чисто вовремя убрано, трава стоя нет. Как это вы добиваетесь? Ну, тут каждый должен за своим убирать двором, конечно, следить, чтобы вот такого-то не было. В рамках месячника пожарной безопасности сотрудники администрации Черновского района также готовят минерализированные полосы. Из запланированных 33 километров уже готовы 25. С сегодняшнего дня начинаются и контролируемые отжиги сухой травы. В течение года проводим работу по частному сектору, по неблагоустроенным жилым домам, по уборке территории, прилегающей территории, мусора, также травы. У нас объявлено 22-го субботника городской, где будут участвовать все жители нашего города. А между ними у нас есть чистые четверги. Все эти меры, как показала практика, довольно эффективны. Так, за аналогичный период в 2015 году было зарегистрировано более 50 бытовых пожаров, а в этом году 39. В сегодняшнем выпуске мы познакомили вас с фактами, которые невозможно оставить незамеченными. На этом блок с участием Забайкале завершается, и к нам присоединяются коллеги из Республики Бурятия. Сайн Байна. Чем запомнились эти дни вашим жителям? Здравствуйте. Международную программу «Середина земли» продолжает новости Бурятии в студии Батарламбаев. Сейчас я и мои коллеги расскажем о том, что произошло в нашем регионе. Продаю собаку. Такое объявление появилось накануне на одном из популярных сайтов. Все бы ничего, но продавец предлагал вовсе не четвероногого друга, а его жир или шкуру. Зоозащитники забили тревогу, потому что речь шла о живом псе, разделать которого предлагалось в дальнейшем. Наш корреспондент встретился с ветеринарами и теми, кому удалось перекупить необычный товар. Это объявление появилось на популярном сайте накануне. Автор предлагал купить очень жирную молодую собаку для жира или шкуры. Первыми тревогу забили ветеринары. Именно они обнаружили странное объявление. Она вынесла нам собаку и сказала, посмотрите, какая собака, в каком она состоянии находится. Мы специально ее растили для себя. Но так как это моя собака, я сама не могу употребить ее в пищу. И из-за этого она решила ее продавать. А это правда, что она и других собак выращила? Да, это правда. Как она сказала, у нее сейчас находятся пять собак. И в дальнейшем она нам сказала, что у нее будут щенки, и она также будет их продавать. Спасители заплатили хозяйке Багиры 3000 рублей. Впереди у животного долгое лечение. У собаки ожирение в последней степени. Собака очень жирная. Теперь ее на диету придется садить и уже вести лечебные процедуры, чтобы она маленько жир искнала. Потому что это опасно для здоровья животного. Для того, чтобы наказать продавцов, необходимо обратиться в полицию с заявлением. Только тогда можно будет доказать факт жестокого обращения с животными. Пока же ветеринары озабочены здоровьем Багиры и поисками для нее нового хозяина. Улан-Уденцев вспоминает самые яркие стихи бурятских поэтов прошлого века. Поэтический марафон передают в разные концы города. И уже сотни жителей Улан-Удэ успели поддержать эту акцию. Послушал произведение земляков и наш корреспондент. Певец родного края Цирен Базар Бадмаев. Поэт, писавший для малышей на их языке по-доброму и с озорством. Именно поэтому его стихи особенно нравятся детям. Он хорошо сочиняет, со школы начинает сочинять. Он достойный украшения. Даже тот факт, что они выучили эти стихотворения, что они доносят, ну вот все равно же это большая площадка, да, выйти, прочитать стихотворения, это уже большая польза. Тем временем поэтический микрофон подхватили у библиотеки на ЛВРЗ. Это красивое, осеннее, проэтичное мероприятие, конечно, трогает мою душу, потому что он посвящен моему любимому брату. С творчеством нам жил Анимбуева, так напоминающим японскую поэзию, знаком едва ли не каждый студент. Лаконично, но емко о глубоком и вечном. И так в каждой строчке. Его стихи востребованы сегодня, его стихи понимают не только люди старшего поколения, но и сегодняшняя молодежь. И поэтому наша цель, вот нашего марафона, чтобы знакомить с творчеством наших поэтов. Так, до конца месяца на Улан-Удэнских улицах прозвучат десятки стихотворений других бурятских поэтов – Питонова, Улзытуева и Липатова. Алифтина Дармаева, Инесс Дендукова, Данил Дурхисанов и Жаргал Цариндашиев. Середина земли, Бурятия. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Сэмбэцхану, чем сегодня готовы поделиться? Сэмбэцхану Бурятия, две минуты расскажем о событиях Монголии в студии Лхама. В первый день турнира серии Гран-при в Ташкенте монгольский зудаист Алтансух завоевал бронзовый медал, выступив в весовой категории до 66 кг среди мужчин. В открывшемся турнире приняли участие 135 зудаистов из 15 стран. А теперь переходим к другим новостям. Министр дорог и транспорта Монголии Ганбат встретился с представителями гражданской авиации, чтобы обсудить вопросы, связанные с усовшествованием их деятельности, а также расширение аймачных аэропортов и другое. Подробное в нашем сюжете далее. Новое правительство работает 100 дней. Министр дорог и транспорта Ганбат ознакомил с несколькими проектами, которые будут реализованы в рамках программы по реструктуризации и сотрудничеству гражданской авиации. Единственный аэропорт Монголии Чингисхан за один год принимает 4 миллиона 800 тысяч пассажиров, принимается около 700 тысяч тонн различных товаров, а по воздушной границе прилетает 4 тысячи самолетов. И всего 652 триллиона тугриков выплачено в налоговую службу. Также господин Ганбат отметил, что помимо новых предложений, еще важно укрепить базовый фундамент в этой области. Мы поставили перед собой много целей, такие как совершенствование Международного центра для гистики гражданской авиации, занятие конкурента способной позиции, а также объединение с авиасетями других стран и совмещение деятельности Монгольской авиации с другими транспортными сферами. Только на расширение аэропорта в Аймаке Хэнти была получена помощь в размере 4 миллиардов 600 миллионов тугриков. В Аймаках Гофи Алтай и Завхан тоже было получено финансирование, но непонятно по каким причинам работы по усовершенствованию аэропортов не производится. Во время встречи было принято решение, что правительство будет оказывать поддержку в области гражданской авиации, а также будет контролировать деятельность всех пригородных аэропортов страны. У нас есть реальная возможность, которую мы можем предложить жителям Монголии, проживающим в отдаленных Аймаках страны. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, в том, что на данный момент эта помощь не может быть им оказана, так как в их регионах нет аэропортов. Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен. В правительственной программе по усовершенствованию гражданской авиации планируется увеличение количества как международных рейсов, так и междугородних. В 2017 году будет построен новый аэропорт, который будет принимать более 6 миллионов пассажиров. Батаргил, Унубол, середина земли, Монголия. Министерство социального обеспечения, автотранспортный национальный центр и Министерство развития дорог и транспорта провели день открытых дверей для водителей автобусов. На мероприятии им представилась возможность познакомиться с кадровой политикой транспортных компаний и даже получить работу. Автотранспортный национальный центр специально организовал это мероприятие для того, чтобы помочь владелцам транспортных компаний по перевозке пассажиров найти хороших специалистов. В мероприятии приняли участие 37 транспортных предприятий, желающих получить работу и сесть за руль габаритного транспорта собралось достаточно – более 500 человек. В этом году было представлено 450 рабочих мест. Чтобы водители автобусов с категории B, C и E осознали ответственность по отношению к другому общественному транспорту, были проведены тренинги, и каждый желающий мог пройти обучение. Для тех водителей, у которых категория не соответствует требованиям, мы открыли специальные курсы по переподготовке и переквалификации. Обучение продлится 21 день. После окончания курса и присвоения категории B и C водители могут подавать анкеты на трудоустройство. Главная цель подобных мероприятий – привить водителям все основные навыки и умения, которые требует от них государственная программа обучения, научить их рациональному и безопасному как для людей, так и для окружающего мира стилю вождения. Бадзул Улзи Хутак – Середина земли Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее, к международному выпуску программы «Средина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Дай Зай Хао, о каких событиях вы расскажете? Дай Зай Хао. Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, студия Сенчжунань. Они не боятся конкуренции и не ищут вакансий на бирже труда. Наш телеканал подготовил серию спецрепортажа о людях редких профессий. Сегодня речь пойдет о специалистах по производству рисовой бумаги Сенчжи, мастерах, ручной труд которых не заменит ни одна машина. Это отнюдь не простая командная работа – сохранять древнюю традицию. Задача на сегодня – сделать цельный кусок рисовой бумаги. 3,6 метра в ширину и 11 метров в длину. Первый шаг – подогнать под форму. С помощью специальных приспособлений и слаженной работы создается полотно мокрой бумаги. Следующий этап – сушка. Листы запекают до нужного состояния. Процесс контролирует опытный мастер Мао Шен Ли. Длина листа – 11 метров, а значит, если полотно перекручено, вы не сможете его подвесить, оно упадет на землю. Поэтому очень важно его правильно разместить. Влажная рисовая бумага запекается при температуре 50-80 градусов. Этот этап поэтично называется «тепло огня». Мао Шен Ли на тонком производстве уже 29 лет. За мастерство и сноровку коллеги прозвали его «кун-фу-кисть». Сарафанное радио делает свое дело. Недавно к Мао обратились из Шанхайского музея с просьбой восстановить древнюю живопись династии Сунг. «Тонкие, как крылья цикады, и чистые, как снег, дрожат беззвучно, как шелк». Строчка этого стихотворения точно описывает бумагу нашего бренда «Джахуа». Мы производим один из редчайших видов рисовой бумаги под названием «цисю». Процесс сложнейший. Дело мастера боится. Мао Шен Ли к заказу от Шанхайского музея подошел творчески. Для создания специальной бумаги использовал древний метод. Поместил рис в специальные хлопковые мешки, залил водой и только потом приступил к растиранию. Сюанджи – это уникальный продукт. Ничто в мире не сможет ее заменить. И нет никакой альтернативы ручному способу производства. Я искренне люблю и горжусь своим делом. Популярность рисовой бумаги в Китае и во всем мире набирает обороты. В этих условиях ценность знаний и умений таких мастеров, как Мао Шен Ли, возрастает в разы. Ведь именно они помогают сохранить традиции и дают древнему ремеслу новую жизнь. 3000 километров за 20 дней. Журналисты из Китая и России примут участие в совместном мультимедийном медиапроекте. Они посетят Сиань, Дуньхуан, Ланчжоу, Урумчи и ряд других городов, расположенных вдоль экономического пояса «Шелкового пути». Церемония запуска масштабного тура прошла в посольстве России в Пекине. Ключевой совместный проект в рамках годов обменов между китайскими и российскими СМИ. На торжественной церемонии собрались около 200 гостей – дипломаты, чиновники, журналисты и общественные деятели из двух стран. Сегодня в медиатуре примут участие порядка 25 журналистов, которые представляют авторитетные средства массовой информации России и Китая. Уже завтра группа прибудет к городу Сиань – древнюю столицу, одну из пяти древних китайских столиц, столицу 13 китайских династий. Затем репортеры проследуют через шесть городов двух провинций, закончив тур в Урумчи. Уверен, что результатом станет множество красочных репортажей, которые с интересом будут смотреть российские и китайские зрители. Познакомить зрителей с социально-экономическим развитием, историей и культурой главных узловых пунктов на шелковом пути и показать, каковы перспективы интеграции на евразийском пространстве. Таковы главные задачи, поставленные перед участниками поездки. Несмотря на то, что я больше всего увлекаюсь культурой китайской, но здесь придется поработать на экономическом фронте, рассказать, чего добился Китай, какие есть возможности для инвестиций в двух стран, ну и рассказать немного о том, как живет сейчас Китай и Россия. Взаимодействие между китайскими и российскими СМИ имеет долгую историю. Международное радио Китая за последние 10 лет подписало соглашение о сотрудничестве с информационными агентствами ТАСС и РИА Новости, с РТ и российской газетой. Ежегодно мы проводим совместные мероприятия, делаем совместные репортажи, которые помогают укреплять взаимопонимание между народами двух стран. Церемония завершилась вручением награды за огромный вклад в укрепление и развитие китайско-российского гуманитарного сотрудничества Фань Бин Бин, проработавший более 40 лет в службе вещания Международного радио Китая на русском языке. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин